Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Рье. Я вообще люблю эту главу, это моя глава, я в ней родился, много отчитал о ней, у меня есть большие такие книги об этом. Но вернемся к словам «Смотри», я ставлю перед вами благословение или проклятие. Был такой Гаон Раби Давид Акоэн в своей книге «Аават Давид», он написал, что Машера Бейну не зря подчеркивает слово «сегодня». Это учит нас самому-самому важному и, наверное, самому важному сегодня у нас на уроке. Человек способен измениться каждый день и перейти от пути проклятия на путь благословения. Это заложено в нас, это нам дано. Поэтому это не просто призыв абстрактный, это серьезнейшая вещь, которая того, кто создал человека. Ребенок рождается зрячим, но всю жизнь будет учиться, чему искусству видеть. Кто знает, научится ли он в достаточной мере или нет. Духовное зрение тоже нуждается в развитии. Иначе человек рискует навсегда остаться вот этим вот полувидящим, так сказать, или ребенком, который не до конца все понимает, не разглядел истинный мир духа. Путь к улучшению зрения написан в Заре, книге по Кабале. Говорил Шимон Ран Барьяхай, автор этой потрясающей книги. «Если тебе не хватает света, начинай идти к мудрости, идти к Торе, идти к духовности». Тор – это свет, это от слова «ор». Учиться – дело нелегкое, особенно для взрослых. Поэтому иногда, конечно, хочется сказать, ну ничего, проживем уже так, мы уже столько прожили, можно остаться хорошим человеком, жить полной жизнью. Не совсем же каждому идти в духовность, не каждый должен стать раввином или каким-то духовным лицом. Но если мы вернемся к началу недельной главы и прочтем снова слова Маше, «Смотри, я предлагаю вам сегодня». То есть предлагается нам раскрыть глаза и посмотреть. И это оказывается не благое пожелание, не совет и даже не просьба. Это заповедь, повеление. Это слова того, кто создал мир, переданный нам через Маше. «Ты хочешь жить нормально?» – открой глаза, смотри. «Всевышний уставе пророка сквало требует, не будь слепым, не будь немежественным. Научись отличать добро от зла, научись отличать благословение от проклятия, смерть от жизни. Всмотрись в этот мир, открой глаза и смотри в этот мир». Все открыто, все открыто. В книге «Гайом-йом» Любавический Рэбе написал о том, что касается материального положения. Нужно смотреть, я в ключевые слова у нас «смотреть сегодня». Смотреть на того, кто ниже тебя. Всегда смотри и благодари Всевышнего за его милость тебе. У тебя есть 10 долларов, смотри на того, у кого есть 5. У тебя есть 5, смотри на того, у кого один. Скажи, спасибо тебе, что вот у меня столько. А в духовном нужно смотреть на тех, кто выше и просить Бога разум, чтобы учиться у этого человека. И также способности и силу, чтобы подняться выше и что увидеть. Раби Йосиф Эскак Шнерсон любил говорить очень важную вещь. Браха, благословение, похоже на дождь. Чтобы от дождя была польза, поле должно быть распахано и засеяно. То есть, когда мы с неба получаем, а мы получаем все бесконечную браху, то, муха сегодня мешает, то надо, чтобы было чем воспринять эту браху, иначе она может просто пролиться и уйти в землю. И еще, что должно идти впереди, духовно или материально, надо все время об этом думать. Однажды хвост змеи предложил ее голове. Хватит ли ты идти первой, теперь пойду впереди я. Голова согласилась, иди. Пошел он и сразу попал в огонь. И голова за ним. Потому что голова должна идти впереди хвоста, а не наоборот. Так и в нашей жизни. Когда-то сказал Раби Большемтов, рассказал притчу такую. Один великий царь окружил свой дворец множеством крепостных стен, каждый из которых представляет собой спланированный оптический обман. Людям казалось, что между стенами были такие жуткие рыбы, полные в воде. Реки, овраги, на которых бродили медведи, львы. В ворота каждой из крепостных стен царь поставил слуг с мешками золотом. Затем начали кричать на улице. Кто хочет встретиться с царем, к лицам, к лицу, пусть идет и явится во дворец. Ну, многие пошли, увидели огромные стены, не решились туда подходить. Другие испугались. Некоторые испугались хищных зверей. Потом все-таки нашлись такие, кто дошли до ворот. Но как только им дали золото слуги царя, они вернулись домой радуясь свалившемуся на них богатству. Но тот, кто хотел именно увидеть царя, реально общение с ним, не испугался ни стен, ни зверей. И ни, так сказать, золото его не сбило. Когда он попытался залить на стену, чтобы вот с самым тяжелым испытанием сразиться с этим львом, броситься в воду, обнаружился все это мираж. И что он увидел? Что перед ним царь стоит и протягивает руку. Так и в этой жизни. Балшем там раскрыл нам самую важную вещь. Все препятствия созданы для того, чтобы увидеть, насколько с каким сердцем ты идешь к Богу. Когда он видит, что это все искренне, когда он видит твою заинтересованность, когда он видит твою твердую уверенность, когда рушатся все стены. Браха вацлаха. Хорошей недели. И давайте рассмотрим. Смотримся в этот мир и увидим хозяина мира. Увидим, как это все сделано, как спланировано, как он нас любит. Скажем ему спасибо. Браха вацлаха. Продолжение следует. Продолжение следует...